приветствую всех на канале закупил я как-то вот такие переменные конденсаторы двухсекционные для сборки ради приемников вот стоит они недорого но проблема какая возникла возникла с ручкой ручки не нашел на алиэкспрессе в продаже отдельно вот такие ручки от радиоконструкторов тоже не подходят размеров видно очевидно что размер маленький да и ручка мизерного здесь проскальзывает пальцы потому что насечки очень небольшие вот решил более массивную большую ручку создать вот для этих конденсаторов переменных использовать будем 3d принтер недавно купленный вот надо разработать модель вот и распечатать на 3d принтере для рисования использовал программу скетчап почему я выбрал именно скетчап потому что она во первых бесплатная 3 очень простая программа вот так что для начинающих то что надо вот и довольно таки много материалов по скетчапу то тут у нас я нарисовал чисто интуитивно программу первый раз увидел так что все что я делаю я не знаю насколько это правильно неправильно вот вот отверстие сделала тут такое вот но моя возможно как-нибудь сделаю когда наберусь опыта работы в этой программе может напишу а так это ручку сделал так чисто интуитивно так сказать по менюшке вот и что еще сделал экспорт экспорта правил 3d модель вот здесь сохранил вот файл так называемый потому что он именно хорошо импортируется непосредственно управлением принтером осуществляется вот такой программы программа это было вместе с 3d принтером на флешке поэтому она даже не устанавливается просто запускается из режима доспала вот тут разные настройки настройка тоже не шибко продвинутый будем экспериментировать вот попросил продавца китайца чтобы он дал более менее какие-то рекомендуемые параметры я их ввел но и все так сюда загрузить модель в принципе вот мы загружаем эту модель вот она модель загружаем вот вот она получается вот здесь уже пишется 36 минут два с половиной метра и 8 грамм всего лишь а печать данной ручки для переменного конденсатора компьютеру он у меня не подключен непосредственно к принтеру поэтому я использую файл записываю на карточку и карточку вставляю в принтер вот save g-code и тут пишу ручки перемена конденсатора g-code так расширение файла записываю и вставляю флешку в принтер достаточно быстро напечаталась вот сейчас мы его открепим от стола вот напечатал быстро напечатал заеду полчаса в принципе для таких небольших изделий время нормальная так ну тут вот подложку за заправил подложка наверно зря на был без подложки теперь надо ее отодрать поверхность сверху получилось неровное почему-то края очень ровные точные да вот поверхность неровные отверстие у нас точно под наши вы вылез причем она не полностью квазное а наполовину как здесь есть под геометрию и дальше отверстие для винтика все как положено сейчас я попробую отодрать подложку очень крепко сидит поэтому большими плоскогубцами силы я пытаюсь отодрать вообще пасма пластик получился очень крепкие изделия из него даже очень чересчур крепкий отодрал подложку не очень аккуратно здесь остались следы вот наверное попробовать надо как и другие варианты вообще процессе надо как бы набираться опыта это первая моя как бы деталь который разработал 3d не распечатал для ручки но так если бы так посмотреть то ручка очень даже неплохая тут винтик найду сейчас и прикручу не думаю что я с первого раза достиг предела качества 3d принтинга скорее всего какие-то настройки надо что-то там делать вот что-то химич так получше делать но так вот так получилось первый блин кома о садится или не садится с напряжением но села отлично теперь закрутим все даже руками закрутил вот так все и вот дефицитная ручка она работает отлично супер 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 самое трудное здесь конечно создать было бы вручную отверстие но сложное то есть состоит из круглого отверстия и такого отверстия под вот под выступ переменного конденсатора вот такой конденсатор мы покупали но все отлично можно приемник смело делать здесь я специально сделал вот эти очень большими крупными чтобы не сказали достаточно можно было точно настраиваться ну что ж не разочарован но есть много возможностей для улучшения понятное дело подбирать какие-то параметры значит технологию печати 3d печати но очевидно что что такие такую ручку я бы ручную почти ну очень трудно было бы создать а здесь нажал кнопку и готова спасибо всем за внимание подписывайся на канал будет научен интересного пока